Две трети коньяков в России оказались фальсификатом. С таким заявлением накануне выступил начальник экспертно-криминалистического управления таможней Георгий Самсоров. 60-70% данного продукта на отечественном рынке это паленка, заявил чиновник. Впрочем, потом поправился. Добросовестные производители также попадаются на подделках, если приплюсовать туда еще и этих. Картина вырисовывается совсем грустная. Там не 70, а все 80% получатся, и вот тут важно понимать. Мы с вами сейчас не про водяру говорим, господа, коньяки, речь. Дорогом и в общем благородном напитке, которых обычные сенегалы не употребляют, во всяком случае, за свой счет, а вот наш тебе. 8 из 10 бутылок данного благородного напитка на полках наших магазинов Динатуран. Да что ты, черт побери, такое несешь? Это не я, не суй, даже не какая-нибудь заштатная газетенка обо нам целый большой чиновник из серьезного ведомства говорит. И теперь уже у меня вопросы возникают, простите, а как? Как такое могло получиться в текущей-то парадигме, объясню. Во-первых, из-за санкций рынок уменьшился, конкуренция снизилась, соответственно, отслеживать продукты, тем более такие, как алкоголь, стало проще. Но, что еще важнее, во-вторых, да, а я просто хочу напомнить, что два года назад в России был дан старт проекту по цифровой маркировке товаров от честного знака. Как нам объясняли тогда, это очень нужное дело. Это поможет снизить число контрафакта и просто некачественной продукции. Маркировка – это государственная система мониторинга движения товара. Она позволяет отследить и проверить каждую единицу продукции, узнать, откуда он и на каком этапе продажи сейчас находится. А главное – поддержать легальный бизнес. На всем пути товара эту информацию можно считать с помощью этих штрих-кодов или QR-кодов и отследить его движение, чтобы в конечном итоге мы избавились, наконец, от контрафактной продукции. К слову, начинался данный эксперимент как раз с алкоголя. Ага, спустя два года выясняется, что затея-то, похоже, провалилась, как импортозамещение когда-то. Домаркировались, блин, 80% тех же коньяков в магазинах – это подделка. Поэтому я и спрашиваю, к чему весь этот джаз тогда, согласитесь? Но мы с вами в очередной раз стали свидетелями ситуации, когда чиновники полезли что-то там регулировать, прикрываясь благовидными намерениями. Лучше при этом и никому не стало. Только цены выросли по итогу, а толк-то, толк-то где? Ах да, совсем не подумал, для кого-то толк все-таки есть. Ну, должны же чинуши как-то кормиться, у них ведь тоже семьи, дети, кредиты, поэтому... Ну, как лучше никому не стало? Похоже, все-таки кому-то стало. Ладно, это реальная журналистика, поцелуй меня, украдкая веслоухая принцесса. Вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, и пруфы подвезли, ну, о том, что коньяк в России действительно паленый продают. В сети всплыло старенькое интервью Дмитрия Алкоголевича, ой, простите, Дмитрия Анатольевича, конечно же, Медведева, который, по всей видимости, еще год назад сигнализировал всем нам о данной проблеме. Мы тогда к человеку не прислушались, а ведь напрасно. Надо сейчас вот прямо здесь провести некие розыскные работы, может быть, с кого-то покров сорвать. И там появятся такие же персонажи, как в «Мэн энд Блэк». Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолет из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян. Поразительно! Это что-то новенькое! То, что ситуация продолжила усугубляться, наглядно продемонстрировали учителя из Воронежской области в конце прошлой недели, которые устроили очень странный флешмоб. Если бы не эфир, я бы жестче сказал, появившись на глазах у изумленной публики в шапочках из фольги, блин! И толкая при этом патриотические речи на серьезных щах, данная история в буквальном смысле взорвала всю страну. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угрозов. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Хорошо, предлагаю Стёпу отбросить в сторону, потому что это правда не смешно совершенно. И для начала расскажу предысторию вот этого вот всего звездеца, для тех, кто не в курсе. В общем, некий белорусский пранкер Бохан, не знаю как правильно, да это и не важно. Так вот, этот самый пранкер разослал по воронежским школам электронные письма от имени высокопоставленного областного чиновника с требованием принять участие в как будто бы всероссийской патриотической акции «Шлем Отечества». По легенде, НАТО с помощью спутников планирует облучать российское население электромагнитными импульсами, поэтому педагоги должны встать на защиту Родины и провести мастер-класс по изготовлению вот этих вот идиотских шапочек из фольги, а после, значит, выложить в сеть фото и видеоотчеты, один из них вы только что имели счастье лицезреть. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Что самое страшное в этой истории, а то, что несмотря на всю абсурдность данной указивки, никто даже не попытался ее оспорить. Ни один директор не позвонил в приемную тому чиновнику, от имени которого якобы пришло письмо и не спросил, вы что там, белины объелись, заодно бы выяснил, что это просто идиотская злая шутка. Повторюсь. Ни один директор не позвонил, больше скажу. Никто из педагогов, во всяком случае, публично не попытался этому сопротивляться. Хотя, что тут такого, мол, ребят, вы меня простите, но я сюда пришел географии детей учить, а не шутом, петрушкой переодеваться на потеху массам. Никто не возразил, напротив, все как один бросились исполнять. Сегодня мы с вами изготовили шлем Отечества. Изготовление шлема это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Может, не надо? Понятно, что пропагандисты уже попытались тех учителей отмазать, насколько это, конечно, вообще возможно. Когда подвох вскрылся, российское информационное поле буквально наводнили статьи, а-ля шутка хоть и была неуместной, но продемонстрировала высокий патриотический настрой педагогов. Их исполнительность и креативный подход к любой задаче, вот только как по мне, он и лишь усугубила ситуацию. А кроме того, в глазах детей теперь эти учителя надолго останутся шутами гороховыми. И уважение к себе они вряд ли добудут в обозримом будущем. Добро. Чтобы совсем на пальцах, просто спрошу, какие ассоциации у каждого из вас вызывают, скажем, вот эти вот прекрасные старушки-веселушки. Это официальное обращение к телеканалу ТНТ, который хочет сегодня в 9 часов вечера показать сериал «Будбай» про Джо Байдена. Да-да, про того самого Джо. Джо по-американскому. ТНТ, отмените показ. И я здорово сомневаюсь, что ваше отношение к оным женщинам когда-нибудь изменится, даже если кто-то однажды скажет, будто их заставляли этим заниматься, вводили в заблуждение, но не изменится ведь. Все, они снискали себе славу всероссийского посмешища, но тут-то ладно, хоть бабки безграмотные. Возможно, выжившие из ума даже, ну или за деньги, в данном-то случае. Мы с вами об учителях говорим, это самые важные люди в жизни любого человека, я считаю, вот так вот унижаться. Причем, что интересно, и не их ведь унизили, они сами унизились по собственной воле, по собственной инициативе. Вот только не надо мне сейчас рассказывать сказки из серии. А куда им деваться? Они же люди подневольные, начальство приказало и бла-бла-бла. Они что, крепостные? Или там, может быть, в рабстве находятся, пленные? Что, чувства собственного достоинства совсем нет? А если начальство завтра прикажет обмочиться в классе на глазах учеников? Они тоже это сделают? Ну, начальство же приказало. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вообще у нас в Телеграме по этому поводу даже целая дискуссия разгорелась. Кстати, кто еще не подписан на нашу Телегу, милости просим, ссылку оставлю под видео. Так вот, разгорелась дискуссия, некоторые аргументы вашему вниманию. У всех есть выбор, встал и ушел. У нас сразу 12 учителей уволились, дабы не участвовать в таких шоу. Уволиться-то можно, но потом начинать карьеру сначала. А если вас бухнуть и уволят, чем детей кормить? Ну и так далее, позволю себе озвучить свое мнение. Ну, во-первых, про карьеру. Очевидно, что униженный педагог уже никакой карьеры никогда не построит и выше объяснил, почему. А уж если педагог сам себя унизил, да еще прилюдно. Это какой-то позор. Еще один момент, все о той же карьере. О чем речь вообще? Или кто-то правда думает, что вот эти вот воронежские учительницы до министров дорастут, или президентами станут? Причем сразу все. Ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что потолок для простого педагога из провинции – это почетная грамота. И может быть звание заслуженного, да и то при выходе на пенсию дальше. Деньги. А чего у нас учителя миллионы получают, может быть, за которые можно и потерпеть. Тут тоже мимо. Вы не хуже меня знаете, что с копейки на копейку перебиваются, и это извечная проблема, которая не скоро еще разрешится. Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Вот я и спрашиваю, ради чего? А вообще 30-40 тысяч, которые платят учителю в провинции, сегодня в любой пятерочке можно заработать. Стыдно. Стыдно, что учителя получают как простые продавцы, но еще стыднее, как по мне, унижаться. И плясать под дудку чиновника самодура нет. А че так можно было, что ли? Чего? Куда бедному педагогу податься, кроме пятерочки, спрашиваете вы меня? Да пожалуйста, я вам отвечу. Давайте будем честными. Из-за низкого качества образования сегодня в российских школах, на гражданке очень востребованы, например, хорошие репетиторы. Няни, опять же, нужны с педагогическим, кстати, образованием, которые не просто будут с малышом сидеть, но еще и заниматься с ним. Оформляйся самозанятым и вперед с песней. На селе, опять же, педагог всегда необходим, и тамошнему директору школы абсолютно плевать. За что человека уволили в городе, там чудовищный некомплект. Потому что, да в конце концов, книгу можешь сесть, писать, было бы желание, выход всегда найдется. Унижение же, ну это плохое решение. Вот это вот я перечислил для тех, кто не хочет унижаться. Люди стремятся жить так, как если бы ничего не происходило. Это реакция, которая полностью гарантирует непротивление злу тем, кто сделал зло целью своей жизни. Но кроме всего прочего, это реакция небезопасная для тех, кто уходит в эту скорлупу эмоциональной, ну скажем так, тупости. Человек начинает верить даже в то, что ядерная катастрофа может быть ограниченной. Вообще, я к чему сегодня решил об этом поговорить-то? Тема, которая, казалось бы, ушла еще пару дней назад. Чего ее ворошить? Вот только я считаю, что не ушла. Дело-то не в этом конкретном случае. Беда, о которой я уже 10 минут распинаюсь, она ведь системная. Уровень российского образования стремительно опускается на дно. И я даже не о самих учебных программах сейчас. Я говорю о людях, которые ну хоть какие-то знания будут доносить до наших детей в перспективе или могли бы. У меня дочке 3 года, меня это правда волнует. Кто ее будет учить? Те, кто что-то из себя представляли, уже свалили из данной системы на вольные хлеба, потому что устали от идиотизма и понукания. В России не хватает примерно 250 тысяч учителей. В 20 с лишним регионах бьют тревогу. И это только официальная статистика. Мы ведь понимаем, что она занижена. Те, кто остались вот в шапочках из фольги и страну смешат. Их все угорают, как будто ничего не происходит. Помните, как у классика. Над кем смеетесь? Над собой ведь смеетесь. Это-то старичу им все равно. Им уже по 70, по 80 лет. А нам-то еще жить. Ладно, все переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуют. Сонная помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok